Это видео, я просто хотел вас пригласить на свои стримы, которые будут у меня проходить вот целую неделю, с понедельника в воскресенье. Я угадал, я пробил, блять, гэс, я не думал, что он опять, блять, это покажет. Хорошо, Хес, вот тебе бесплатная реклама, вот. Наслаждайся. Я уже говорил, каждый день, даже во вторник, я буду там стримить. Даже во вторник? Каждый день, даже во вторник, ребят? Блин, а я думал, когда говорят, каждый день, имеется в виду, что даже там в пятницу, в субботу, в тусовочные дни, но даже во вторник он будет там стримить. Я понимаю, что может быть оно вам и нафиг не надо, да, потому что, ну, квартиру-то я себе возьму, а не вам. Но, блин, я буду очень благодарен, если вы придете, потому что мне уже чертовых 30 лет, а я до сих пор еще... Ну, вставай на колени, может, приду, посмотрю. Вставай на колени, и, как говорил Иван Гамас, Сэм и Пису, тогда, может, приду, посмотрю. Ничего себе не приобрел, ничего не купил, ни машины, ни квартиры, ничего, мне нахер машины не нужны. Знаете, Хес, не неделю, но давайте спросим на английском его. Хесос, ты же наверняка будешь это смотреть, как будет вторник по-английски? И сейчас внимательно следим за ним, блядь, епта, если он полез куда-то, значит не знает. Потому что время сейчас такое нестабильное, и хочется, чтобы было что-то такое, в чем я был бы уверен. Короче, я не знаю, что еще тут добавить. Сказал как есть, вот, поэтому буду очень благодарен, если вы придете на мои стримы. Можете новое сказать. Подписывайтесь, зафолоктесь там. Еще раз повторюсь, я не ухожу с твича. Я просто недельку постримлю на кик, чтобы заработать себе немного денег на первый взнос для ипотеки. Это примерно будет половина той суммы, которая мне нужна. Через неделю я снова вернусь на твич. Все, то есть. Конечно, конечно. Не пугай. Все хорошо, все хорошо, все хорошо. Просто я недельку поживу в помойке, как он сам называл кик. Неделечку в помойке, блядь, квартирочку, мне эта помойка оплатит, а потом дальше на твич. Братан, хотя какой ты брат мне, гнида, башенна, волосая, блядь, ёпта. Обычные люди стримят на кике просто так. Я, Мелстрой, Папич. Тебе деньги дают, но ни я, ни Мелстрой, ни Папич платформу нихуесосили и от своих слов не отрекались. Так что да, 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 здорово. Грей тупых гоев. Я никуда не ухожу. Может быть, в следующем месяце у нас будет еще одна такая неделя стримов на кик. Если я каждый месяц буду вот так вот проводить там время, стримить, то, может быть, под конец года я и правда смогу заработать себе на квартиру. Ну, он реально может позиционировать себя как трансукраинец, блядь, с этим годом. Он уже прямо адаптируется, ребята, он уже прямо адаптируется, он уже даже это, раньше так не говорил. Года. Гала. Видите, вот человек быстро обретает привычки. Если ходить и говорить без этого акцента, могут сумасшедшие доебаться, блядь, в Нью-Йорке. А он уже сразу, все, он уже ихний. Чем больше будет людей на стриме, тем больше я заработаю. Вот такие пироги. Что ты тут делаешь? Видео снимаю. Здорово. Ты на ютубе до сих пор снимаешь? Ну, иногда. Про сфотку можно, пожалуйста? Да, конечно, можно. Спасибо. Вообще без проблем. Итак, давайте я вам немного покажу, как вообще... Да, это он любовника подговорил. ...в Нью-Йорке. Первое, что бросается в глаза, но не ощущается вами, это запах мочи. Такое ощущение, что я зашел в какой-то общественный туалет. Прям, ну, воняет, неприятно. Также, конечно, да, оно не особо чистое. Как мы видим, да, оно такое грязноватое. Вот. Ну, мне просто очень нужен миллион долларов, ребят, чтобы купить хату в этом городе. Чистотой или красотой оно не может, поэтому... Запах мочи, ну... Карлсон в чем-то был прав, конечно, да. Где его нет, с другой стороны? Наверное, там, где люди несут, блядь. Спорить я здесь не буду, но оно работает круглые сутки. И оно очень удобное, потому что на этом метро ты можешь... Забраться на любой точке города. Вообще без каких-либо проблем. Во! А еще оно дорогое, почти 3 доллара за одну поездку. Вот, но... Очень дорогое, с запахом мочи, блядь. Но, с другой стороны, вы видели, какие красивые небоскребы? Так. Чего тут не жить-то, да? Не знаю, нравится вам или нет. Но выглядит оно примерно вот таким вот образом. Вайбик есть, да, есть какой-то ужасный вайб, которого ты... Знаешь, как бы, очень не люблю дефть Россию, но в Москве и в Петербурге такого вообще не увидишь. Как бы это просто полный пиздец. Это как... Даже на станции...